Добрый день, друзья! Для меня выпечка должна быть не только вкусной, но и красивой. Знаю, что и вы любите печь, поэтому предлагаю вам сегодня сразу несколько вариантов красивого оформления пирогов. И давайте начнем с пирога лотос. Делим тесто на 11 одинаковых по размеру кусочков. Форму смазываем сливочным маслом, а шоколад разламываем на мелкие кусочки. Шарик теста приплющиваем, на центр кладем шоколад, либо любую другую начинку. Края теста поднимаем и собираем в центре. Переворачиваем мешочек швом вниз и перекладываем его в форму. То же самое проделываем еще с семью кусочками теста. Шарики выкладываем по кругу, накрываем пакетом. Теперь от трех кусочков теста, которые у нас остались, отщипываем понемногу, чтобы получить четвертый маленький шарик. Три одинаковых по размеру кусочка теста раскатываем поочередно в пласт. Первый пласт смазываем сливочным маслом, кладем второй, снова смазываем маслом и кладем третий. Снова раскатываем скалкой и разрезаем на 8 треугольников. Чуть позже вы поймете, для чего они нам нужны. На время перекладываем их на край стола, чтобы нам не мешались. А четвертый, самый маленький кусочек теста раскатываем в овал, разрезаем пополам. Каждую половинку скручиваем в жгутик. И переплетаем два жгутика между собой. Сворачиваем улиткой. У нас получается небольшой красивый цветок. Возвращаемся к треугольникам из теста. Склеиваем между собой широкую их часть, кладем по центру шарика. Скручиваем один-два раза узкую часть и подворачиваем ее под шарик. Таким образом делаем все лепестки. В центре пирога кладем цветочек, который делали до этого. Накрываем пакетом и даем 15 минут постоять пирогу в теплом месте. Один желток и одну столовую ложку молока смешиваем вместе и полученной смесью обмазываем пирог. Кунжутом делаем полоски с одной стороны от лепестков. Можно использовать мак. По одной тыквенной семечке кладем на центр каждого лепестка. Я беру тыквенные семечки из меда, они хорошо приклеиваются к тесту. Ставим пирог выпекаться в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 35-40 минут. Вы не представляете, какой пирог получается ароматный. Вкусный, нежный, красивый, воздушный, мягкий. Он точно покорит сердца и гостей, и ваших родных. Меняйте начинки и открывайте для себя новые вкусы. Ну а мы переходим ко второму способу формовки красивых пирогов. И на очереди у нас пирог с творожной начинкой. Делим тесто на 10 одинаковых по размеру кусочков. Друзья, кстати, не забудьте посмотреть описание к этому видео. Там я оставлю ссылки на подробные рецепты всех пирогов. Так, берем один кусочек теста, формуем его в шар, приплющиваем и раскатываем в небольшой круг или овал. С одной стороны, начиная от центра, делаем надрез. На один край кладем начинку, закрываем ее тестом и защипываем края. Скручиваем по кругу, придавая заготовке форму конуса. Таким же образом делаем и остальные заготовки. 10 лепестков выкладываем по кругу в форму, застеленную бумагой для выпечки. И в центр кладем шарик из теста. Получаем необычной формы и очень красивый пирог в виде цветка. Сверху смазываем пирог смесью желтка и молока. Центр пирога посыпаем маком, можно использовать черный кунжут. И отправляем выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. После выпечки пирог выглядит шикарно. Легко и просто разрывается на булочки, на лепестки, что очень удобно. А самое главное, что булочки остаются мягкими и в последующие дни. Пробуйте и вы убедитесь в этом сами. Ну а мы плавно переходим с вами к следующей формовке пирога. Делим тесто на три части. Первая часть должна быть самая маленькая, весом приблизительно 120-150 граммов. Остальное тесто делим на две равные части. Теперь каждому куску теста придаем овальную форму. Накрываем тесто пакетом и даем постоять 10 минут. Затем два больших куска перекладываем пока в сторону, а самый маленький раскатываем в тонкий жгутик и приплющиваем. По всей длине жгутика делаем надрезы до середины и сразу скручиваем тесто. У нас получается цветок. Мне напоминает хризантему. А что вам напоминает, пишите в комментариях. Пока откладываем его в сторону и начинаем работать с большими частями теста. Раскатываем первую часть в не сильно широкий пласт. Смазываем его мягким сливочным маслом и доходя только до середины выкладываем начинку. У меня сегодня измельченные орешки и сахар с корицей. Аккуратно закручиваем в рулет. Хорошо защипываем края. Скатываем в длинный жгут. То же самое проделываем и со второй частью теста. У нас должно получиться два жгутика одинаковые по длине. Теперь переплетаем их друг с другом. Сильно плотно скручивать не нужно. У нас должна получиться вот такая большая коса. Выпекать пирог будем в форме на 24 см. Дно простилаем бумагой для выпечки. А боковую часть смазываем растительным маслом. Перекладываем аккуратно косу в форму. В серединку кладем цветок, нашу хризантему. Накрываем пакетом и полотенцем. И оставляем на 15 минут в теплом месте. Один желток и одну столовую ложку молока соединяем вместе. И полученной смесью обмазываем пирог сверху. Обратите внимание, насколько пирог стал воздушным и увеличился в размере. При желании пирог можно еще посыпать маком. Все отправляем его в заранее нагретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. И вот он, наш долгожданный красавец. Пирог получается ароматный, мягкий, очень вкусный. Он легко разрывается на кусочки. Еще раз повторюсь, что в любой из этих пирогов можно использовать свою любимую начинку. И каждый раз получать новые вкусы. Посмотрите, какая у этого пирога слоистая структура. Обязательно пробуйте приготовить. Пусть в вашем доме витают ароматы вкусных угощений каждый день. Следующая формовка пирога тоже очень простая и легкая. Шарик теста раскатываем в небольшой пласт. На одну сторону насыпаем 3 чайные ложки крошки. Равномерно распределяем ее и накрываем второй частью теста. Склеиваем края. По бокам с обеих сторон выкладываем приблизительно по столовой ложке яблок. Начиная с левого края, половину теста с начинкой заворачиваем к центру в виде кулечка. Таким же образом к центру заворачиваем и правую сторону. У нас получается подобие рожек. Такая двойная булочка еще и с двойной начинкой. Форму для выпечки смазываем мягким сливочным маслом. И поочередно, делая такие заготовки, перекладываем их в форму. Лично мне пирог напоминает ромашку с отверстием по центру. Получается вот такая простая, незамысловатая, но красивая форма пирога. Накрываем пирог пакетом и полотенцем и оставляем на расстойку на 10-15 минут в теплом месте. Желток и молоко соединяем вместе. И полученной смесью обмазываем пирог сверху. Ну и в заключение посыпаем оставшейся штрезельной крошкой. Вот такую красоту ставим выпекаться в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 30-35 минут. Необычный по форме, ароматный, вкусный, мягкий, воздушный. Достоинства этого пирога можно перечислять и перечислять. Пирог не нужно резать, просто оторвите булочку и наслаждайтесь безумно вкусным пирогом со свежезаваренным чаем. Друзья, ссылки на подробные рецепты пирогов я оставлю в описании к этому видео. А вы в комментариях напишите, какая формовка вам понравилась больше всего. Подписывайтесь на канал и делитесь видео с друзьями. С любовью, Евгения. И кулинарный канал «Это просто». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!